Трудно сказать, что меня разбудило. Стук в окно, или же внезапно загласивший телевизор, из-за вопля которого все стуки тут же вылетели из моей головы. Нащупав пульт, где-то на полу, я невольно ткнула красную кнопку, отключив адский ящик. Надо же так напугаться. И все из-за деватской привычки, засыпать подмерное бормотание диктора канала новостей. Тут не только стуки начнут мерещиться. Кто же знал, что кошка наступит на пульт, тем самым увеличив громкость до предела? И в эту же секунду раздался почти деликатный грохот. Все-таки соседка снизу не прониклась новым МТВ-шным хитом и теперь яростно долбила по батарее, призывая к законной тишине. — Молодец, котенок! Будет знать, как тебя пинать! — усмехнулась я, похлопав ладонью по подушке. Но, вопреки ожиданиям, кошка не запрыгнула на диван. Приподнявшись на локтях, я заметила, что она сидит посреди комнаты, уставившись в окно, и дергает головой, так, словно следит за огоньком лазерной указки. — Ну что ты там углядела? — едва я договорила, как кошка жалобно мявкнула и забилась под шкаф. — Странно. — Глупая моя, там ничего нет. — рассмеявшись я, выпуталась из нагретого одеяла и, подойдя к окну, быстро дернула занавеску. — Видишь? Никого. — Еще бы кто-то был. Четырнадцатый этаж. Так что хотя бы насчет оконных грабителей можно не беспокоиться. — Ну вот. А теперь спа. Конец фразы застрял в пересохшем горле. Из оконного стекла на меня смотрело женское лицо. Она была белая, словно лист бумаги. Кожа, острые черные глаза, впившиеся в меня источающим ненавистным взглядом. И синюшные, мертвые губы, ломающиеся в кривой улыбке. Я замерла на месте, по-прежнему сжимая штору в руках. Женщина смотрела не мигая, а ее губы все больше растягивала жуткая усмешка. — Иди ко мне. — прошлистил ее шепот, притягивая чуть ближе к окну. Скрикнув, я задернул занавеску, едва не сорвав ее с гордины. Подумать только. Чуть не выпрыгнула из собственного окна. Страх тут же утих, поглощенный накатившим обманчиво теплым чувством безопасности. — Что, котенок, видишь, как надо бороться с призраками? Принужденно рассмеялась я. И после этого совсем успокоилась. Можно вернуться к прерванному сну. И обязательно прекратить смотреть ужасы на ночь. Управив на всякий случай шторы, я выдохнула и развернулась. Столкнувшись взглядом на ломаную улыбку, в ужасе закричала. Лицо в окне не было призраком. Оно было всего лишь отражением. Работаетам. Работает.